В этом уроке мы с вами поговорим про использование саб-сцен. Тоже весьма такая полезная, удобная. И давайте с вами мы для того, чтобы ее использовать, создадим новый снимок. Давайте я вот тут сделаю... Кстати говоря, вообще снимки можно, например, дублировать легко и отсюда. Да, вот есть вот duplicate shot, ставить что-то и так далее. То есть, ну, не дублировать это не нужно. Хотя, возможно, этот я бы сдублировал. Давайте попробуем сдублировать. Значит, назовем его shot 04, соответственно. И, соответственно, я его перетаскиваю уже сразу после третьего снимка. Я, видите, использую на разных рядах, но вы можете все в один ряд делать. Это тоже вполне допустимо. Я просто на разных рядах, чтобы четко видеть, что это на все отдельные шоты, а не все это единая линия. Так, вот. Теперь, значит, мы сюда попадаем. Вот тут нам... Давайте пока камеру все это удалим. Нам все это не надо. Вот, в принципе, вот эти нам джентльмены, они, в принципе, нам нужны. Вот. Но тут есть нюанс. Вот. Дело в том, что эти анимации нам, очевидно, совсем не нужны. В общем, в принципе, я так подумал, нам здесь ничего абсолютно не нужно. Давайте все это я удалю, чтобы ничего нам это не мешалось. В общем, что я хочу сделать? Я хочу добавить сабсцен. Вот он, сабсцен трек. Вот. И добавить новый сиквенс. Для этого нам нужно вообще предварительно бы его создать. Давайте я назову его... Опять же, это level sequence. То же самое. Я назову его просто animations. То есть дело в том, что сабсцены, они позволяют какую-то определенную... Какие-то определенные вещи. Например, работа со звуком. Работа, там, не знаю, с камерой. Работа с анимацией. Выстроить все в отдельную сабсцену. И она будет проигрываться параллельно на каком-то шоту. То есть мы прямо в шоте сейчас разместим вот этот вот animation. И, собственно, все. Дальше эта штука вся будет проигрываться. А мы здесь параллельно добавим еще и камеру. И таким образом нам не нужно здесь будет, видите, компоновать и анимации, и там какие-то, может быть, может, particle системы. И там всякие звуки. Вот. И камеры еще. То есть все в одной куче. Это не всегда удобно. И как раз сабсцена позволяет достаточно удобно, например, даже разделить обязанности. То есть, например, у вас там человек, который занимается анимацией, он анимацией настраивает. Там человек, который со звуками работает, он там отдельно сделал-сабсцену. Он там в ней копается, звуки делает. То есть вот таким образом это все можно делать. Вот тут, соответственно, нам наплевать вообще на камеру. То есть как что будет располагаться, это не наша работа. Допустим, это работа какого-то оператора. Нам нужно просто сделать какой-то набор анимаций. Все, мы с вами находимся в этом анимейшнсе. И теперь спокойненько добавляю нашего вот этого джентльмена. Давайте я его выделю, чтобы нам его не искать. Вот. И что я хочу сделать? Да, кстати, нам опять же паук еще потребуется. Давайте паука сейчас мы вытащим на сцену. Конечно, вот видим, да, что в данном случае паук нам все время нужен. Вот. Ну, ничего страшного. Все равно я буду делать его спавнед. Потому что считаю, что так именно более правильно. Ну, пусть будет вот тут. То есть у нас, как мы с вами знаем, камера находится сейчас где-то вот там. Потом мы должны с вами на вот этом вот шоте 0.4 уже сделать там скачок, соответственно, вот сюда куда-то. Да, то есть поэтому паук у нас должен уже тут быть. Я, соответственно, также этого паука добавляю. И давать этого паука, как и прежде, я буду делать именно спауновал. Чтобы он у меня появился только во время этой катсцены. Ну, а после катсцены, соответственно, исчез. Ну, и до катсцены тоже, чтобы его не было. Значит, вот этот товарищ. Значит, нам нужно сейчас тут просто добавить анимацию. То есть мы не смотрим, где как камера расположена. Нам совершенно это не важно. Нам нужно просто сейчас заниматься спокойно анимацией. То есть мы представим, что мы отдельный специалист. Значит, что я хочу сделать? Я хочу, чтобы паук начал двигаться в сторону вот этого товарища. Этот товарищ в этот момент начал наносить какой-то удар. Ну, и потом, становится, паук должен как бы погибнуть от этого сильного удара. Итак, начнем давайте мы с паука. То есть нам нужно сделать, чтобы он двигался вперед. Как это можно сделать? Во-первых, мы включаем с вами у него анимацию. Walk Forward. То есть нам нужно, чтобы он двигался прямо. Собственно, вот у нас видим, да, анимация уже работает. Но, разумеется, у нас с вами еще не работает, скажем так, само перемещение. Перемещение нужно задавать уже вручную через Transform. Для этого я ставлю в начальный момент времени этот ключик. Дальше вот в этот момент времени я должен его немножечко передвинуть. Ну, допустим, куда-то вот сюда. И тоже поставить ключик. Вот. Тут такой, видите, важный момент есть. То есть если я запускаю. Да, видим. Он, ну, тут вроде еще не так плохо. Но очень часто можно наблюдать такое именно как проскальзывание. Либо, наоборот, как подтормаживание. Да, то есть когда у нас движение не соответствует анимации. Тут оно тоже присутствует, но не так прямо уж сильно ярко выражено. Как это исправлять? Соответственно, исправлять это можно разными путями. Вот. Либо там ускорить анимацию в, ну, настройках этой анимации. Либо замедлить ее. А либо, соответственно, пытаться сдвинуть эти ключи куда-то на какую-то другую позицию. Например, вот так вот сдвинули. И смотрим. Давайте запустим. Да, еще хуже стало. Тогда, наоборот, сюда вот сдвигаем. Эту анимацию преодолеваем. И запускаем. Ну, в принципе, по-моему, нормально, да? Да, по-моему, нормально. Все. Вот он у нас отлично подходит. Теперь, соответственно, мне нужно, чтобы данный джентльмен... Кстати, да, я думаю, вы заметили этот момент, да? То есть тут можно добавить еще различные треки. Мы с вами только анимэйшн добавляли. Вот. Тут можно, например, еще какие-то различные там аудио добавить к этому товарищу. Вот. Ну, то есть трансформ, если у вас этого трансформа почему-то нету. Тоже можно это все делать. Так. Значит, в принципе, в принципе, мы с вами с паучком пока что заканчиваем. Дальше мне нужно сделать вот это джентльмена. Раскрываю. И добавить я к нему должен анимацию. То есть он тут должен атаковать. Вот. Какую атаку у него выбрать я пока что не знаю. Давайте я его открою. Вот. Перейду в анимэйшн и посмотрю, какие-то у него есть атаки, какая мне больше понравится. Ну, это мы уже видели. Вот это, в принципе, может неплохо будет. Давайте сами знаете, что сделаем. Вот я не знаю, что у него тут должно быть что-нибудь. Сейчас посмотрим контент-браузер. Вот у этого джентльмена. Где он тут? Я надеюсь, что есть. По-моему, у него что-то было такое. То есть сейчас его найду. Вот. Да, то у него есть какой-то тут топор или что это. Да, какой-то топор у него есть. Давайте этот топорик я вытащу на сцену. Вот. И при этом я должен его приоттачить к вот этому джентльмену. Давайте я сейчас его открою. И сделаю у него, допустим, вот в правой руке. Значит, находит вот эту косточку, которая для оружия. Это у нас именно кость. У нас все-таки не хочется именно сокет. Поэтому я добавляю именно сокет. Называю его SKT weapon, например. И дальше, чтобы увидеть, как это будет вообще отображаться, я добавляю превью ассе. Значит, опять же, вам здесь это не видно. Ну, давайте я подниму вот так вот. Вот. Вот этот add preview asset. И здесь еще наш топор. Вот, собственно, этот наш топорик. Это чисто превью для того, чтобы мы увидели, как это работает все в анимации. Также здесь я поставил уже use specific animation. То есть выбрал вот это вот, вот это. И указал ту атаку, которая мне интересна. Вот. Теперь, собственно, у нас такая вот анимация. Да. Но мы сами видим, что топор пока что никак правильно не расположен. Поэтому выбираем вот этот вот сокет. И начинаем этот сокет вращать. Так вот. Потом вот так вот как-то. Вот. И дальше нам нужно его аккуратненько... Ну, как бы внутрь руки запихнуть. Вот. В принципе, тут сейчас нам не так важна эта точность вся. Ну, как-то вот так. Я не знаю. Посмотрим давайте. Как это у нас анимация будет работать. Ну, пойдет. Все. Пойдет. Так вот. Так. И делаем его обязательно movable. Потому что сейчас, если мы пытаемся приоттачить... Вот видим, нам пишут, что тут не получится это сделать, потому что у нас этот объект не динамический. Поэтому ставим movable. И после этого мы сможем с вами уже приоттачить к нашему скелету. Вот. Здесь у меня появляется окно. Вам его совершенно не видно. Вот. Ну, здесь просто набор всех костей, всех сокетов. И я выбираю SKT weapon. Собственно, вот эти все кости отображаются. Я просто выбрал SKT weapon. Все. И теперь я... У нас вот стоит Relative. Поэтому я просто все это обнуляю. И у нас мы с вами видим, топор уже расположился так, как, в принципе, он и должен располагаться. Единственное, конечно, я бы хотелось все-таки чуть-чуть этот сокет повернуть. Вот. То есть, чтобы чуть-чуть это было, ну, более адекватно. Так. Вот. Как-то вот так вот. Вот. И теперь у нас с вами уже топор приоттачен к данному джентльмену. И мы можем теперь, соответственно, запускать анимацию. У нас она анимация будет уже с топором. Возвращаемся в Sequencer. Вот. И для данного мастер-гранта я добавляю вот этот MiliB, который, собственно, я там и посмотрел. Который мне больше всего понравился. Я его выбрал. И вот теперь видим, да, вот так он работает. Соответственно, я думаю, что стоит его с самого начала подвинуть поближе. Да, чтобы как-то вот удар именно по пауку прошел. Вот. При этом, пожалуй, я сделал небольшую анимацию как бы с задержкой. То есть, вначале, допустим, я поставлю idle. Так, добавляем анимацию idle. Сильно ее сократим. То есть, хочу, чтобы вначале была анимация вот эта, а потом вот эта. Вот, соответственно, у нас вот анимация idle, и потом начинает он атаковать. Вот, ну, не знаю, в общем, как-то это все странно выглядит. Так, попробуем. Давайте с вами мы... Ну, еще позже уже нельзя. Просто странно. То есть, как-то мне казалось, что... Ну, вот так, в принципе, наверное, пойдет. Да, то есть, чуть-чуть буквально там нужна дополнительная анимация. Вот, значит, паук. Давайте мы в это же самое время, у нас будет паучок, ждать. Вот. А в момент нанесения удара ждать закончат и начнет умирать. Поэтому добавляем анимацию def. И все, видим, он помирает. Вот. При этом, обратите внимание, что у нас, поскольку это у нас анимация, как бы, идет, ну, с root motion. У нас она там проходит, но потом, видите, резко возвращается сюда, да. То есть, фактически, сама, сам характер, сам, сама, ну, не характер, а сам скелет, он никак не сдвинулся. То есть, нам нужно тут еще попутно его и двигать. Да, то есть, причем, мы двигать не сможем его параллельно. Нам нужно, чтобы резко, вот, с этой точки он сместился вот сюда, вот. Это какой-то важный момент. Значит, в принципе, тут у нас пока что-то начальный кадр имеется. Дальше нам нужно сделать следующее. Нам нужно прям сильно увеличить и где-то вот здесь вот поставить еще один кадрик. Вот так вот, возможно, да. Вот, а уже вот здесь вот нам нужно поставить кадр этого паука вот здесь вот сейчас. То есть, берем паучка и куда-то его вот сюда вот примерно перемещаем. И здесь, соответственно, делаем ему вторую позицию. Вот так вот. Вот, и вот теперь видим, да, что он тут на этом самом себе представить, это не нужно, потому что, знаете, почему это не нужно? То есть, суть в чем, что я хотел, чтобы он там вот лежал, вот. Но дело в том, что мне на этом самом месте я буду катсцену завершать. Поэтому мне, в принципе, это не важно, но я хочу вам это все-таки показать. То есть, когда вот именно у вас идет, видите, такой отскок, то при этом сам трансформ, он никак не меняется. Меняется просто анимация. Потом, соответственно, это все резко, видим, сдвигается. То есть, вот у нас он ушел, потом бас оказался вот здесь вот. Вот, а теперь снова здесь. Вот, тут момент такой, нам нужно подловить. Чтобы как только анимация закончилась, нам нужно, видите, поставить его туда, где он, куда его анимация притащила. Вот это начальное его положение, вот можно, да, видеть по пивот поинту. То есть, он вот тут находится. Дальше мы никоим образом его не сдвигаем в данный момент, потому что, значит, он поползет вместе с анимацией. И, соответственно, мы должны вот эту вот точку сдвинуть прямо по максимуму. Для этого я вот этот вот магнит оттаскиваю. И теперь я могу двигать точку не с привязкой по кадрам, а прям максимально точно. Так, вот как-то так, возможно. Тут надо просто очень аккуратно поиграться. Как-то вот этот вот сдвинуть бы прямо на край анимации бы нам сейчас. Вот, теперь он не ползет. Но ползет вот здесь вот. Нам это совершенно не нужно. То есть, нам нужно, чтобы вот этот промежуток был максимально-максимально короткий. То есть, чтобы вот это вот там подключилось за какие-то там, я не знаю, просто доли секунды. То есть, увеличиваем, еще тут уменьшаем. Ну и все, вот мы достигли какого-то предела. Это очень такая тонкая работа. Вот, да. Ну, это, видите, сейчас у нас так вот происходит. На самом деле, возможно, это будет нормально. Давайте сейчас я обратно масштаб поставлю. Все, вот, видим, отлично. Вот. То есть, там, где он умер, там, видите, он и появился. Вот как раз хотел вам показать. То есть, тут суть в том, что у вас анимация сдвигает его, но сам трансформ не меняется. Поэтому тут нужно очень-очень аккуратненько поставить где-то на самом конце анимации новый трансформ. Ой, в смысле, старый трансформ зафиксировать, да. То есть, по сути, вот этот вот ключ, который там, ну, первый идет вот из этих двух. Он полностью дублирует этот ключ, для того, чтобы вот тут у нас вот этот вот pivot point никоим образом во время анимации не сдвигался. А когда у нас анимация заканчивается, или когда нам снова нужен данный паук, нам нужно, чтобы вот этот вот pivot резко, прям именно мгновенно переместился вот сюда вот. Чтобы следующая уже анимация, да, видите, у нас pivot просто мгновенно перемещается. Поэтому фиксируем старый, в самом конце анимации, затем максимально просто за кратчайшее просто время, то есть максимальный ключ, предвигаем к первому, да, то есть вот второй ключ предвигаем к первому, максимально просто отключив эту привязочку. Вот, и ставим ту позицию, которая нам нужна. В итоге видно, pivot point просто как будто телепортируется, да, то есть фактически невозможно даже обнаружить. Именно перемещение какое-то. Вот это такой способ. То же самое касается, например, допустим, вот этот у нас тут бьет. Да, ну нет, он стоит на месте, поэтому просто иногда бывает, например, атака, которая идет еще с выпадом вперед. То же самое. Атаку с выпадом вперед сделали, затем вам нужно перенести его на новую точку. Опять же, поставили pivot point, зафиксировав transform, и затем буквально там на какую-то там долю-долю-долю секундочки сдвинулись. Вот, и подвинули pivot point туда, где, собственно, у него атака завершилась. И тоже поставили ключ. В итоге у вас там мгновенно будет как бы перенос, и в итоге игрок даже этого не заметит. Вот, собственно, тут, в принципе, все. Только я еще, пожалуй, добавлю какую-нибудь анимацию вот этому товарищу. Ну, пока у нас паук падает, давайте, значит, ему тут какую-то анимацию бы ему дать. Ну, давайте просто idle, что ли. Так, давайте сейчас ее уменьшим. Нам совершенно она такая длинная не нужна. Так, надо привязку поставить обратно. Вот, отлично. Ну, и, собственно, вот он у нас ударил и отдыхает. Вот, в принципе, мне тут это все тоже совершенно не надо, поэтому я тут все резко уменьшаюсь. Просто такой вот мы сделали с вами набор анимации. Ну, я показал вам вот эту штуку, хотя, еще раз говорю, мы на данном моменте будем уже заканчивать саму кат-сцену нашу. Все, возвращаемся в Shot04. Вот, и теперь нам вот эта штука, вот эта нам показывает вот этот вот Animations. Можно тут его проверить. Все, и нам нужно тут уже все это дело остановить. Все, ну, как-то вот так вот. Все, вот у нас анимация тут закончится. Отлично. Вот, это что касается саб-сцен. То есть, видим, мы с вами создали отдельный саб-сцен. Это, опять же, самый обычный level sequence, в котором мы просто занимаемся конкретной какой-то задачей. В данном случае мы сами занимались только анимациями. Вот, а при этом другой специалист в другой саб-сцене может заниматься только звуками там, или только камерой. Это тоже все вполне допустимо. На этом пока что все, дорогие друзья. Спасибо вам за внимание.